Приветствую всех на канале. Я делал несколько видео по ремонту моторов и редукторов электромобилей Hyundai Kia. И в комментариях часто спрашивают, есть ли такая проблема на свежих автомобилях. Так вот вам и ответ. Я вас святаю. До нас приехал такой автомобильчик Kia Soul в новом кузове. Ну, автомобильчик новый, но проблемы, кажется, старые. С шумом под выгоной. Будем снимать в выгону редуктор, менять подшипника. Кстати, на этом Soul пробег 91 581 километр. Kia Hyundai себе не изменяет. 90 тысяч ремонт редуктора и мотора. Новый Kia Soul, а проблемы все те же старые. Рокот все такой же, как на Kona Nira. Мотор с редуктором визуально ничем не отличается от моторов Hyundai Kona и Kia Nira. Поэтому нет смысла дублировать видео. Если кто-то еще не смотрел те видео, то оставлю в закрепленном комментарии ссылки на них. Достаточно часто приходится ремонтировать моторы на электромобилях. Прошлое видео, например, было по мотору Peugeot 208. Также приезжали Е-Гольф с шумом мотора. Намагался сняти внутреннюю обойму подшипника. Прессом ничего не вышло. Подрезал болгаркой и вот что мы видим. Я такого еще не видел. Внутренний стопор на кольце. Это, возможно, не так просто. Chevrolet Bolt был сильным шумом с редуктора. Сняли мотор с редуктором. И вот так вот он выглядит. Он в отверстии у нас, вернее уже в дырке, у нас подшипники. Вал побило. В общем, смысла восстанавливать этот мотор нет. Если его владелец не заберет, то вскроем, посмотрим, что там случилось. Но если нет, то заберет его. И уже нашли другой мотор. Он уже установлен на автомобиль. Сейчас подключаем его и будем тестировать. Самый молодой мотор, который к нам попадал в ремонт, это был Volkswagen ID.4 с пробегом около 20 километров. На нем развалился подшипник. Пришли новые подшипники. Вместо вот этих развалившихся этого и который болтался. Уже установил новые подшипники. Здесь стоит новый. И в корпусе стоит новый. Он туда вставляется, потом закрывается сальником. И теперь можно будет собирать его. И отдавать клиентам. И вот пробег у этого мотора 20 километров. И за 20 километров мотор развалился. Это пока первый случай, когда развалился мотор на ID.4. Но посмотрим, как дальше будет. Здесь пришлось менять два подшипника. Диск от энкодера и сам энкодер. Его тоже немножко побило. Поэтому это все меняем. Это все уже владелец привез. Подшипники заказывали мы. И вот стоит новый у нас энкодер. И новый диск вот уже установлен. Теперь буду собирать его и отдавать клиентам. Также есть проблемы с залитыми антифризом моторами Mercedes и Audi e-tron. До нас приезжал вот такой вот ваг. Е-tron. Попередняя диагностика показала, что тут пробоизоляция на корпус. Пришли до двигуна. В данный момент двигун взнятий. Подрамник. И даже разобранный. Вот вы видите двигун в разборе. Редуктор планетарный. Ротор для таких же и великой. Так. Это Mercedes GLC. Китай. Есть пробой по высоковольтной изоляции. Определили с помощью мегометра, что это задний мотор. Задний мотор демонтирован. Положен на операционный стол. Скрыт инвертор. После того, как обмотки мотора заизолировали от инвертора. Проверили еще раз пробой. Да, действительно мотор заливает. Дальше. Вскрытие. Есть механический сальник. Такой, как используется на Audi e-tron. Или подобных ему. Для проверки утечки этого сальника есть контрольные пробки. Мотор залило. Вот он этот сальник. Так называемый механический с прецизионной посадкой. А вот влага есть. Влага. Здесь влага в верхней части двигателя. Надо опрессовать систему. У нас заходит вот через эту трубочку антифриз. Двигается через эту вот крышку. Омывает ротор. Дальше уходит в канал рубашки и охлаждение движителя. Проходит через всю рубашку. Заходит через эту трубку в инвертор. А дальше с инвертора выходит и идет сюда. Значит, соответственно, нужно заглушить вот эту вот часть. Вот. Может установим манометр. И вот сюда вот через какой-нибудь переходник сделаем. Будем опрессовывать рубашку охлаждения. Потому что выглядит так непонятненько. То ли рубашка охлаждения протекла. То ли это сальник механический этот не удержал. Но произошло это все после насилования двигателя попыткой заезда на высокий бордюр. Вот так вот. Смотрите дальше. Так. Теперь проверяем рубашку охлаждения таким образом. Вырезали резиновую прокладку. Смазали ее маслечком, чтобы она отлично прилягала к отверстию рубашки. И вакуумным наручным насосом накачали разряжение. Вот. Сейчас. Поедем пообедаем. Если к тому времени, когда мы вернемся, резиночка не отпойдет, а стрелка не вернется на ноль, значит рубашка в порядке. Будем так считать. В случае с Мерседесом проблема таки оказалась в сальнике. Я не буду комментировать это видео и надеюсь увидеть ваше мнение в комментариях под ним. Поздравляю всех с прошедшими праздниками и желаю скорейшей победы Украины над рашизмом. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok